Здравствуйте! Вы на канале Аздару. В эфире программа «Итоги недели Центральной Азии». В студии Елена Мищенко. И в этом выпуске мы расскажем. Переговоры по определению таджикско-киргызской границы будут продолжаться. Делегации пока не могут похвастаться результатом. В Таджикистане усугубляется топливный кризис. Из Ирака в Кыргызстан возвращены дети, воевавших за ИГИЛ-боевиков. В Нур-Султане прошел съезд оппозиции. Народный собаковод страны. Парламент Турпинистана учредил новое звание. Обвиняемые по сокскому делу в Узбекистане получили по пять лет колонии. В городе Гулистон Сагдийской области завершились очередные переговоры правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы. В течение двух дней, 16 и 17 марта, стороны обсуждали наболевшие вопросы определения линий границ. На этот раз возглавляли делегации на переговорах председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызской республики Камчебек Ташиев. Официальной информации с места проведения переговоров нет. Сообщается, что обсуждение прошло за закрытыми дверями. По информации Департамента информации Таджикского МИДа, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросу делимитации Таджико-Кыргызской государственной границы. Встреча прошла в дружественной атмосфере. Вероятно, как и в прошлом, стороны не смогли похвастаться каким-либо достигнутым соглашением. В кыргызстанских СМИ также отсутствует какая-либо подробная информация о переговорах сторон. Но ожидания того, что могут произойти какие-то ощутимые сдвиги в ближайшее время между Таджикистаном и Кыргызстаном по вопросу границ, они как бы либо были преувеличены, по крайней мере, в общественности Кыргызстана, либо их и не было, в принципе. У нас с Таджикистаном, к сожалению, самый сложный процесс переговоров по границам, по линии границы. И там географически, просто физически крайне сложное расположение территорий, на которые имеют претензии и Кыргызстан, и Таджикистан, одновременно так называемые спорные территории. И они в то же время еще и включают важнейшие участки либо квази-анклавов или почти де-факто анклавов. Но в силу того, что граница еще точно не определена, они как бы не совсем анклавы, ни что, ни с другой стороны. Но на самом деле это крайне усугубляет положение, потому что ни одна сторона не хочет ни фактически, ни де-факто оставаться с анклавами, то есть отделенными от своей основной части территории частями земли. И к тому же, особенно в той части, где сейчас главная заминка в этом процессе, это Баткенская область в Кыргызстане и Сагдийская область в районах городов Исфара, Ходжент, и всего, что посередине, включая самый болезненный участник этого Рух и наш Аксай, они очень населенные пункты, экономически активные, ценные части земли. С таджикской стороны особенно, конечно, там и города, экономически активная часть. Поэтому, мне кажется, понятно, что в последний раз, на последний этап переговоров, также стороны разошлись без возможности объявить о каком-либо новом развитии, новой стадии этих переговоров. С одной стороны, власть в Таджикистане, она может позволить себе в какой-то степени игнорировать или пренебрегать спокойствием своих граждан на той части Таджикистана, где происходят эти нехорошие переговоры. Власть не может бесконечно позволять себе, чтобы граждане жили в неспокойном регионе, потому что это чревато политически, внутриполитически для нашей власти. Таджикистан и Кыргызстан начали работу по демаркации и делимитации госграницы в 2002 году. И тогда договорились по 60% границы. На сегодня из почти тысячи километров таджикско-кыргызской границы делимитированы и демаркированы только половина. На границе между странами нередко возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границы и межэтнических разногласий. Они сопровождаются перекрытием дорог, массовыми драками, поджогами домов и нередко приводят к человеческим жертвам. Летом 2019 года для решения приграничных вопросов прошла встреча президента Кыргызстана Соронбая Женбекова и президента Таджикистана Эмамали Рахмона. Тогда многие надеялись, что вопрос найдет свое решение. Однако через два месяца после встречи конфликт разогрелся с новой силой и периодически дает о себе знать. Парадоксальная ситуация заключается в том, что как бы обе стороны они действительно хотят решить этот вопрос, потому что ни тому, ни другому правительству, тем более в условиях кризиса невыгодно сейчас возможное обострение ситуации. Нет ни финансовых, никаких других ресурсов для этого. Но проблема в том, что они вынуждены исходить из взаимоисключающих позиций. То есть одна сторона руководствуется картами, которые относятся еще к 30-40 годам, другая руководствуется картами, которые были созданы позже, и у них исходные позиции абсолютно не сходятся. Соответственно, им очень трудно договориться. И второй фактор, который делает эту ситуацию тупиковую, это позиция общин местного населения с обеих сторон. И как таджицкое, так и киргизское правительство не вынуждены учитывать мнение местных жителей. Плюс еще в Кыргызстане там все-таки сильное гражданское общество, политические партии, сильная оппозиция. Поэтому любое правительство в Бишкеке, любой человек, который будет находиться у власти в Бишкеке, он еще будет смотреть за свою спину, как на все это будет реагировать. Это политическая оппозиция. Действительно договорятся. Есть разные варианты. Есть также варианты обмена территориями. Но опять же, надо учитывать позицию местных общин. То есть это фактически замороженный конфликт. И пока стороны не договорятся, например, не согласятся, какую карту взять за основу при решении трансгранических вопросов. Я думаю, что они не договорятся пока. Как ни парадоксально, я уже сказал, что в обе стороны очень хотят решить этот вопрос. Этот конфликт никому не нужен. Но с позиции силы его решить так же невозможно. Тем более, если там, как киргизская сторона сейчас проводит учения около границы, в Таджикистане это воспринимается очень негативно. Как попытка оказать силовое давление. Соответственно, с той стороны будет обратная реакция. То есть решить можно, но это... Возможно, специалисты также предлагают, чтобы как бы расширить круг людей, которые вовлечены в этот переговорный процесс. Потому что сейчас это, в принципе, две официальные делегации. Давно уже в международной организации специалисты, конфликтологи, они приглашают, призывают там организовать более широкий диалог, сделать несколько экспертных групп, которые могли бы заняться этим вопросом. Ну, потому что, чем шире людей, круг людей, которые это обсуждают, тем более, если будет привлечено и обе стороны на местах, там, неформальные лидеры, люди, которые уважаемые на местах с обеих сторон, лидеры общины и так далее, религиозные лидеры, то больше возможности найти какую-то общую позицию. Между тем, неопределенность в вопросе определения границ наблюдается и в отношениях Бишкека и Ташкента. Несмотря на то, что во время недавнего визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Ташкент и его встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым была достигнута договоренность о скорейшем решении пограничных вопросов, спорные заявления не перестают звучать. Утром 13 марта на сайте президента Кыргызстана появился комментарий пресс-секретаря Галины Байтерек по итогам госвизита Садыра Жапарова в Узбекистан. В частности, там было отмечено, что кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав СО, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу, а узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Унгар-ТОО, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья. Такое заявление вызвало резонанс в кыргызстанском сегменте Фейсбука. Пользователи обвинили властей в предоставлении наземного коридора Узбекистану в анклав СО. Позже сообщение на сайте изменилось, и в нем уже говорилось о том, что кыргызская сторона готова открыть авиасообщение в узбекский анклав СО, расположенный на территории Кыргызстана. В свою очередь, узбекская сторона готова более не претендовать на спорную местность Унгар-ТОО, которая до этого времени была предметом спора между жителями приграничья. В Таджикистане наблюдается усугубление топливного кризиса. На автозаправочных станциях жалуются на отсутствие бензина или же на то, что продают его по завышенной цене. По сообщению радио Азади, автозаправки в Душанбе снимают счеты с ценами. Водители могут заправиться только на АЗС компании «Газпромнефть Таджикистан» по цене почти 9 сомани за литр. Компания-дочерное предприятие «Газпромнефть» основного поставщика автотоплива в Таджикистан причину роста цен и дефицита бензина пока не комментирует. Рост цен на бензин в Таджикистане начался в марте. За две недели цены на горючее выросли на 12%. На автозаправочных станциях продают только сжиженный газ и дизельное топливо. Несколько компаний ввели лимит на продажу топлива на АЗС, а другие обслуживают только своих постоянных клиентов. Раджебали Максидинзода, специалист антимонопольной службы Таджикистана, заявил в радио АЗДИ, что одна из причин роста цен на бензин – отсутствие подставок из Казахстана. Из Казахстана в страну, по словам Максидинзода, ранее поступало до 90% всего объема топлива. Тем временем, нехватка топлива в Таджикистане ощущается даже в приграничных с Кыргызстаном районах, где ранее проблем с бензином не было. До февраля в соседней стране бензин стал примерно на 40% дешевле. И это топливо регулярно перепродавалось в самом Таджикистане. По словам таджикских бизнесменов, ситуация в последнее время во многом изменилась. Контроль на границе с Кыргызстаном усилен. Вдоль дороги выставили новые посты с военнослужащими. Вывозить цистерны с бензином из Кыргызстана уже невозможно. Премьер-министр Кыргызстана Улугбек Марипов 3 марта распорядился запретить вывоз сырой нефти и нефти продуктов за пределы Кыргызстана. Правительство Кыргызстана в рамках гуманитарной миссии Мэриим из Ирака вернуло на родину 79 детей граждан Кыргызстана. Спецборд прибыл в страну утром 16 марта. Их определили в специально подготовленный реабилитационный центр, но вернулись дети на родину без родителей. Согласно информации Министерства иностранных дел Кыргызстана, правительство окажет всестороннюю помощь вернувшимся детям и обещает провести все мероприятия по их скорейшей реабилитации, реинтеграции и возвращению к безопасной мирной жизни. Власти Кыргызстана еще с 2018 года вели переговоры с властями Ирака при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ Красного полумесяца. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня эта миссия по различным причинам не выполнялась. А сейчас можно сказать, что благодаря политической воле нового руководства Кыргызстана миссия выполнена. Внешнеполитическое ведомство сообщило, что вывоз детей осуществлен с согласия их родителей, оставшихся в Ираке. Самому младшему ребенку всего два года, старшему – 18. Большинство из них родились в Кыргызстане и уехали в зону боевых действий вместе с родителями. Некоторые родились уже в Ираке. Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юлия Олейник в беседе с радио «Азатык» отметила, что организация будет и в дальнейшем поддерживать власти Кыргызстана. Эти дети оказались в сложной ситуации. Теперь каждое решение относительно их будущего должно приниматься на наилучших интересах детей. Обеспечивая им полную защиту, конфиденциальность и реинтеграцию в общество, ЮНИСЕФ продолжит поддерживать правительство в оказании детям необходимой социальной, психологической и образовательной поддержки, чтобы вернуть им детство. По данным Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана от 2018 года в зону боевых действий в Сирии выехало 850 кыргызстанцев, из которых там погибли 150 человек. Сообщается, что среди присоединившихся к исламскому государству кыргызстанцев около 140 женщины. Власти Казахстана, Узбекистана и Таджикистана репатриировали своих граждан из зоны боевых действий в Сирии и Ираке. Жители стран Центральной Азии, в том числе и граждане Кыргызстана, начали выезжать в зону боевых действий с 2014 года. В 2013 году в Сирии в городе Ракка объявили о создании халифата. Многие страны мира признали организацию исламской государства террористической. Сейчас эта группа потеряла свою силу. Тысячи боевиков погибли и сотни находятся в тюрьмах двух стран. Десятки оппозиционных активистов и политиков провели 17 марта в столице Казахстана Нур-Султане Координационный Совет Оппозиционных Сил. По сути, специальный съезд казахстанской оппозиции. Несмотря на то, что столица Казахстана находится в красной зоне из-за новой вспышки коронавируса и любые массовые мероприятия в городе запрещены, участников собралось много, а чиновники закрыли на это глаза и не стали вмешиваться. Инициаторы собрания говорят, что противникам власти пришло время сплотиться, потому что будущее Казахстана находится под угрозой. Сеезд оппозиции решили провести в одной из фэшенебельных гостиниц Нур-Султана. Инициатором мероприятия стал изгнанный в прошлом году из правящей партии Нур-Отан и лишенный депутатского мандата Нуржан Альтаев, лидер незарегистрированной партии Эль-Тереги. Он говорит, что приглашал сесть за стол переговоров всех лидеров оппозиции, а контактов Мухтара Аблязова не знает, поэтому не выходил с ним на связь. Часть участников пришла на встречу лично, но многие политики участвовали в съезде онлайн. Один из них Рызбек Сарсенбаев, брат убитого оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева. Он сразу выразил недоверие собранию и лично Нуржану Альтаеву и намекнул, что мероприятие могло состояться по замыслу властей. Это нечто весьма сомнительное. Похоже, это необходимо для того, чтобы привлечь наивных людей в будущую партию Тимура Кулебаева, которая будет бороться за власть. Конкретных целей у них нет, поэтому присоединяться к ним нет смысла. Со скептицизмом отнесся к идее объединить казахстанскую оппозицию и другой известный политический диссидент Ермек Нарымбай, который сейчас живет в Украине. На сегодняшний день, не имея большой повестки дня, объединение ради объединения ничего не даст. Объединяются, как правило, перед внешней и внутренней угрозой. На повестке дня у нас только земля. Если мы через референдум будем решать вопрос с объединением, тогда объединение состоится. На съезде начались споры. Участники никак не могли определиться, какова цель встречи и для чего конкретно нужно объединяться оппозиции. Собравшиеся дали понять, что это не последняя их встреча. В дальнейшем они намерены обсудить земельный вопрос, положение этнических казахов в китайском Синьсяне, освобождение политзаключенных, проблемы многодетных матерей. Сам Нуржан Альтаев заявил, что хочет собрать всех и провести общий митинг. Наиболее радикальные противники действующей власти скептически относятся к деятельности оппозиции внутри страны и считают, что вести реальную оппозиционную деятельность, находясь в Казахстане, невозможно. Подробно о протестных настроениях в Казахстане, о деятельности оппозиции за рубежом и внутри страны и о том, когда может произойти смена власти в стране. Мы говорили с лидером оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтаром Аблязовым. Интервью вы сможете увидеть на нашем канале, перейдя по ссылке, которую вы видите сейчас на экране. Парламент Туркменистана принял законопроекты о создании почетных званий «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод». Об этом сообщает туркменская редакция радио Азади со ссылкой на местную государственную прессу. Президент Гурбангулы Берды Мухаммедов лично отсмотрел предложенные эмблемы для почетных собаководов и медаль «Туркменский смелый Алабай года» для победителя первого в истории страны конкурса красоты среди среднеазиатских овчарок. Государственные медиа продолжают пропагандировать имидж главы государства в качестве знатока и любителя Алабаев, напоминает туркменская служба «Радио Свобода». Берды Мухаммедов пишет о них книги и посвящает им стихи и песни. СМИ страны утверждают, что президентская книга «Туркменский Алабай» играет важную роль в жизни и судьбе народа. В ноябре прошлого года в Ашгабате был открыт гигантский залоченный памятник Алабаю. Сын президента и его предполагаемый наследник возглавляют ассоциацию туркменских Алабаев. Но параллельно с этим муниципальные власти массово уничтожают бездомных собак и кошек, в том числе любимый президентом породы, оказавшихся на улице из-за экономического кризиса. Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана вынес приговор 22 участникам уголовного дела о массовых беспорядках в Совском районе, что происходили в мае прошлого года. Два человека получили пять лет колонии. Остальные приговорены к ограничению свободы на срок от двух до пяти лет. Также суд постановил взыскать с осужденных почти 10 миллионов сумм, это около чуть меньше тысячи долларов США, материального ущерба в пользу управления внутренних дел Ферганской области. Радио «Задлив» с ссылкой на ферганского правозащитника Бахадирхона Алибоева, наблюдашего за ходом судебного процесса, пишет, что двух обвиняемых, Назержона Джураева и Максимжона Ахмедова, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. 18 человек на 4 года и двое несовершеннолетних на 2 года. Напомним, что 31 мая 2020 года в Совском районе, который является узбекским эксклавом на территории Кыргызстана, начался конфликт между гражданами Узбекистана и Кыргызстана из-за родниковой воды на спорном участке границы. Конфликт перерос в столкновение. Спустя три месяца после инцидента были арестованы десятки подозреваемых. Шестерым из них были предъявлены обвинения. Ранее сообщалось, что несколько обвиняемых заявили, что не владеют узбекским языком и попросили переводчика. Несмотря на это, источники радио Задлика сообщали, что следствие проходило без участия переводчика. Большую часть населения Совского района составляют этнические таджики. Некоторые СОГСы говорят, что не владеют узбекским языком достаточно хорошо. В результате конфликта в Совском районе в Узбекистане с различными травмами были госпитализированы 187 человек. Из них трое были ранены из огнестрельного оружия. По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, 25 кыргызстанцев получили ранения. Четверо из них были госпитализированы с тяжелыми травмами. После массовых беспорядков, встретившиеся на пограничном пункте Чамша, лидеры правительства Узбекистана и Кыргызстана договорились не допустить эскалации конфликта и разрешить его мирным путем. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели Центральной Азии. Мы говорим о том, про что иные предпочитают умалчивать. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин